Больше месяца назад правительство Дагестана утвердило реализацию проекта 150 школ. Согласно ему, муниципалитетам могут выделить софинансирование в размере до 2 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на капитальный ремонт. Пройти конкурсный отбор на участие в проекте удалось двум Ахтынским школам. Скоро в них будет проведен капитальный ремонт. Подробнее о текущем состоянии учреждений в сюжете Карины Баталовой. Здание Ахтынской основной общеобразовательной школы было построено в качестве медресе еще в далеком 1830 году. Основателем являлся кадий Ахтыпаринского общества Мирзаяли Аляхты. С тех пор прошло почти 200 лет, а школа по-прежнему крепко стоит. Но капитальный ремонт за эти два века в ней так и не проводился. Здесь функционирует современная школа, которая не чужда и использование информационно-коммуникативных технологий, и исследовательская деятельность. В общем, все, что от образования требуется, все это нам реализовать немножечко трудно в плане того, что материально-техническая база слабая, и нуждается наша школа в ремонте. В настоящее время в школе обучаются более 220 учащихся, но должных условий для образовательного процесса нет. В рамках проекта планируются работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории и замене ограждения по периметру школы. Также необходимый ремонт мастерской, строительство санузла и новой котельной. В плохом состоянии находятся полы, дверные и оконные блоки и многое другое. Я бы хотела также, чтобы наша школа расширилась, чтобы классы были современные, чтобы были интерактивные доски, компьютеры, чтобы был доступ к интернету, чтобы расширить наше здание. Ну а это здание Ахтынской средней общеобразовательной школы номер 2 было построено еще в 1973 году. Степень ее физического износа на сегодняшний день составляет 70%. Мне посчастливилось и в прошлом году участвовать в этой программе 100 школ, по проекту 100 школ. Тогда я, будучи директором Куракайской школы, как раз нам дали финансы, мы ремонтировали полностью Куракайскую школу. С сентября назначили директором этой школы, нормальных условий нету здесь, нету санузла, крыша протекает. За счет средств, выделенных в рамках проекта, планируется замена кровли и строительство теплого санузла, примыкающего к зданию. А это значит, что зиму ученики проведут в теплом, уютном помещении.